Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Число украинцев, которые считают главным внешнеполитическим приоритетом страны отношения с Западом, продолжают увеличиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова. Граждан, которые выступают за отношения со странами Евросоюза, чуть больше 47,5%. Только 10% опрошенных ставят во главу угла контакты с Россией. Эксперты отмечают, доля респондентов, которые называют внешнеполитическим приоритетом отношения с ЕС, возросла после событий, связанных с прошлогодним Майданом. Сутки в зоне АТО прошли для украинских военных без потерь. Ранения получили семеро бойцов. Противник продолжает нарушать режим тишины. Количество обстрелов увеличилось. Террористы активнее используют запрещенное минскими договоренностями оружие – минометы, артиллерию, танки. Шаг к примирению сделали внуки двух ветеранов – турецкого и австралийского. Сто лет назад их деды воевали по разной линии фронта на полуострове Галлиполи. Там во время битвы сложили свои головы десятки тысяч человек. О чем говорят потомки ветеранов спустя век? Об этом в следующем сюжете. Брюс Кейтис и Халил Коч приехали на исторический полуостров Турцию, чтобы вместе посетить австралийское и турецкое кладбища. Они решили положить конец давней вражде вместо своих дедов. Я сопровождал моего деда в 90-м году. 25 лет назад мы не смогли убедить его подать руку австралийскому ветерану. Я был тому свидетелем. Но сегодня я могу прийти на турецкое и австралийское кладбища вместе с внуком австралийского ветерана и ходить с ним рука об руку. Это великое послание всему миру. Внук австралийского ветерана Брюс Кейтис считает, самая значимая часть битвы при Галлиполе – это нынешняя история примирения между бывшими противниками. Большая честь встретиться с внуком турецкого ветерана. Как потомок солдата, служившего здесь, я осознаю, что мы разделяем общую историю, поскольку не имеет значения, какую униформу они носили. Страх, боль, испытания, принесенные войной – одинаковы для всех. И, конечно, придя сюда, мы должны понимать, что страдания войны не ограничиваются рамками одной национальности. Сражение при Галлиполе началось 25 апреля 1915 года. Оно было частью масштабной Дарданельской операции. Её развернули страны Антанты во время Первой мировой войны. Союзники хотели захватить Стамбул и открыть морской путь в Россию. Но победу одержала Османская империя. Обе стороны понесли тяжёлые потери. На полуострове полегли более 300 тысяч солдат. Для Австралии и Новой Зеландии Дарданельская операция стала боевым крещением. До этого они не участвовали в таких крупных сражениях. Теперь в обеих странах день начала битвы при Галлиполе отмечают как национальный день поминовения. Активист-эколог Кристофер Сойен попытался переплыть канал Гаванус в Нью-Йоркском Бруклине. Для этого он облачился в защитный костюм, перчатки, обувь. В уши вставил беруша, а лицо обработал водоотталкивающим кремом. Сойен привился от гепатита А и В. Такие меры предосторожности не случайны. По данным Агентства по охране окружающей среды США, Гаванус – один из самых грязных водоёмов страны и мира. Активист не преодолел и половины пути решил завершить трёхкилометровый заплыв. Помешала и плохая погода. Свой эксперимент эколог приурочил ко Дню Земли и таким образом попытался привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Канал был прорыт ещё в 1869 году. На протяжении многих лет в него сливают сточные воды и промышленные отходы. Результат – в воде содержатся пестициды, тяжёлые металлы и другие вредные вещества. В 2007 году студенты-биологи даже якобы нашли в канале возбудитель гонореи. Гаванус пролегает через жилые районы, распространяя неприятный запах. А во время отлива обнажаются горы мусора. Пять лет назад Агентство по охране окружающей среды США включило этот канал в список приоритетных мест для очистки. Экологи призывают поторопиться. «Давайте не будем делать это кое-как. Давайте очистим канал так, чтобы он засиял, как жемчужина. Давайте сделаем его настолько чистым, чтобы в нём было безопасно плавать каждый день». Вода 10 градусов Цельсия. На вкус она как грязь, измельчённая трава, стиральный порошок и бензин. В Киеве открылся книжный арсенал. Это крупнейшая в Украине выставка-ярмарка. Организаторы говорят, украинцы по-прежнему не экономят на чтении книг. Об этом далее. Книжная выставка в Киеве традиционно привлекла множество любителей литературы. Но в этот раз посетителей даже больше обычного. По словам издателей, стали более популярны украинские писатели. Мне кажется, что сейчас читают люди то, что представляют сегодня те процессы, которые турбуют каждого из нас. Как нам дали жить, за что нам жить, про что нам следить. Если думать, о чем мы вбачаем наше будущее. И если письменник про это пишет и дает какие-то ответы, або хотя бы натяки на это, люди такую литературу купуют. Татьяна занимается комплектацией корпоративных библиотек. Говорит, сегодняшний читатель стал больше интересоваться книгами по саморазвитию и всем, что связано с экономикой. Начали читать больше интеллектуальную литературу по саморазвитию. Та, которая помогает им понять, скажем так, реалии сегодняшней экономической вообще сферы. Покупают и другие книги, оригинальные и полезные. Это разрисовки. Первый раз увидел. Такие антистрессовые. Для взрослых, для детей, для офисных сотрудников, наверное. Вот эти композиторы, они не только музыку интересную делали и революционную. Им еще было что сказать. Они очень специфически об этом рассказывают. То есть, ну, это композиторы, которых, в общем, можно читать. Поэтому я купила эти книжки. Неизменными остаются вкусы детского читателя. Некоторые персонажи из-за выхода на телеэкраны завоевывают популярность. Но, как правило, любимые герои все те же. Традиционными героями детишек остаются, если девочки, то принцессы, феи, эльфы. Если мальчишки, то это динозавры, герои приключенческих каких-то книг. Любит такие рассказы и Ева. Ей купили 10 книг. Зачитывается прямо на выставке. Я, когда начинаю читать, меня захоплюет. Я ничего не слышу. Я уже забываю про все. Я, как будто, туда зашла в ту же указку или рассказ. Ежегодно ярмарку посещают около 40 тысяч украинцев. В этот раз в рамках книжного арсенала пройдет более 200 мероприятий. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.